Инициативное бюджетирование, возможность жителей выдвинуть проекты и поставить конкретные задачи перед властью в части решения вопросов местного значения. Это стало одним из главных вопросов на встрече депутата Московской областной думы Николая Черкасова, депутатов единороссов окружного совета с коллективом Щелковского лицея номер 14 имени Гагарина. Выступив с инициативой, педагоги и родители учащихся активно включились в процесс и в результате образовательное учреждение получило в преддверии нового года новое оборудование – ноутбуки, 3D-принтер и проектор. Проект инициативного бюджетирования Московская областная дума реализует уже четвертый год. Уже наработана определенная практика и очень хорошо, что коллектив лицея включился тоже в эту работу, принял активное участие и сегодня мы видим результат. Мы обратились с инициативой о приобретении компьютерной техники в нашей лицея к Николаю Ивановичу Черкасову и предоставили этот проект. Шла процедура подготовки, обработки документов и потом очень активно родители, педагоги голосовали за этот проект, разрабатывали, искали то оборудование, которое нам нужно. Не только с педагогами лицея, но и с учениками встретились депутаты в этот день. Реализуется проект «Безопасная дорога детям». Так с учащимися начальных классов обсудили правила дорожного движения. У вас есть подготовка и в школе вас готовят, и дома родители рассказывают. Но тем не менее мы считаем необходимым еще раз вам напомнить о некоторых правилах, как себя надо вести на дороге. Обсудили с учащимися и правила здорового питания. Здоровое питание – это основа здорового образа жизни. А здоровый образ жизни – это наше здоровое состояние. Большое внимание депутаты сегодня уделяют волонтерскому движению. В нашем городском округе много неравнодушных людей, которые изо дня в день трудятся в тылу, помогают бойцам на передовой. Одна из волонтерских групп «Своих не бросаем» расположилась в школе номер 13 имени Дженебекова в микрорайоне Бахчеванджи. У нас адресная помощь. Здесь вообще мы в школе начали с мая месяца. Помогают только наши жители. Здесь с самого утра до позднего вечера трудятся жители разных возрастов. Приходят даже школьники. Все вместе плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, изготавливают сухой душ и многое другое. Двери открыты для всех, кто хочет внести свой вклад ради будущего, ради победы. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.